Найдобрейшего времени суток дорогие друзья, с вами на микрофоне Дог Браун, а на ваших экранах Black Desert Online И сегодня мы поговорим с вами о лошадях, а точнее я вам расскажу как ловить лошадей, где их ловить и что вам для этого потребуется Начнем по порядку, начнем с того где их ловить Я вам покажу несколько спотов, открываем карту и находим город Велия, вот он и недалеко от Велии есть вот такая вот поляна Сразу налево от фермы Марио, Марина, Марина, да от фермы Марина Вот на этой огромной поляне спавнится несколько лошадей Идем дальше, находим каменный зал древних, помните вход в пещеру, там мы даже квесты выполняли И вот если подняться немного выше от этого входа, вот здесь вот будет еще один спот, где спавнится тоже несколько лошадей Идем дальше и находим вот такую вот ферму Алехандро Вот здесь спот, то есть налево от фермы и направо от фермы Алехандро тоже есть спот между фермой и собственно самим Хиделем Вот здесь вот на полянке такой тоже спот, где респавнятся лошади Сразу скажу, что эти споты знают многие, многие ищут лошадей, вылавливают их Поэтому чаще всего приедя на спот, вы обнаружите, что лошадь уже кто-то ждет Или возможно уже даже ловит Поэтому запаситесь терпением и возможно вам придется подождать или даже попереходить с канала на канал Но само собой лучше всего этим заниматься ночью, когда онлайн на серверах меньше Дальше собственно поговорим о том, что же нужно для того, чтобы поймать лошадь А вам нужно будет лосо и прикормка Я вам покажу сейчас на примере города Беля, где это брать А собственно лосо мы покупаем у конюха Ну я думаю все знают где Беля и конюх Вот мы к нему подходим Смотрим магазин И собственно вот лосо Конечно чем больше вы их купите, тем лучше Потому что возможно у вас получится поймать лошадь не с первого раза Лосо порвется, вырвется лошадь или еще что-то произойдет Поэтому запаситесь несколькими Далее вам нужна прикормка Прикормка, ребят, делается собственно из коричневого сахара Именно коричневого сахара и воды для готовки А где их взять? Во любом городе есть Своего рода таверна Беля не исключение Заходим в таверну Подходим собственно к шеф-повару Туда Вот шеф-повар, магазин И обратите внимание Коричневый сахар и вода для готовки Покупаете Чтобы сделать вот один нужный нам кусок коричневого сахара Который и является прикормкой Вам нужна одна вода для готовки И десять штук коричневого сахара Не перепутайте с обычным сахаром Когда вы это все купили Мы заходим в меню изготовления Английская клавиша L Выбираем нагреть Выбираем правой клавишей мыши воду И коричневый сахар И нажимаем изготовить Все Пошел процесс изготовления Чтобы прикормить лошадь И чтобы вы смогли ее поймать Желательно накормить ее За раз как минимум четырьмя кусочками сахара Это вот та золотая середина Многие говорят что можно больше Можно больше Но нет такой необходимости Сколько лошадей ловил я То в принципе Всем было достаточно четырех кусочков Вот этого вот сахара Ждем когда готовка закончится Весь этот сахар добавляется нам в инвентарь Попутно конечно тратятся очки энергии Но это не страшно Вот готово То есть персонаж закончил готовку Смотрим что у нас У нас 13 кусочков коричневого сахара И 9 лосо заранее Которое я купил Далее собственно можно отправляться На поиски лошади И уже ее вылавливать Ну и начинаем процесс поимки Собственно придя на спот И найдя лошадь Возьмите лосо Я советую его выстоять сразу На быстрый слот Нажать на него И вам нужно собственно нажать левую клавишу мышки Чтобы бросить лосо И нажать вовремя пробел Чтобы собственно эта лосо закрепилась на лошади Когда же лошадь становится на дыбы Вам нужно быстро 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 нажимать пробел Чтобы красный индикатор все время оставался с правой стороны Если он уйдет влево Лошадь сорвется Когда же лошадь опять становится на все четыре ноги Вы нажимаете W и подходите к лошади После того как вы полностью к ней подошли У вас появится возможность нажать F1 Открыть инвентарь И начать подкармливать ее Практика показывает Что достаточно дать лошади четыре кусочка сахара Морковку использовать не советую У нее долгий откат Да и как-то она не особо выгодна что ли Не знаю В общем морковь не советую После того как вы скормили ей четыре куска сахара Можете попробовать на нее сесть Нажав клавишу R Если все нормально То можно считать что лошадь поймана Собственно вот как сейчас на видео Далее что вам нужно сделать Это зарегистрировать лошадь А для этого вам нужно отправиться в конюшню К ближайшему конюху И собственно в конюшне лошадь зарегистрировать Я в данной ситуации еду в Хидель К ближайшему конюху Еду медленно потому что незарегистрированная лошадь Едет очень медленно и даже нельзя посмотреть ее статы Уже в конюшне выбираем нашу новую лошадь И собственно регистрируем ее Нажимаем на кнопочку Дальше после этого нам предлагают Ввести имя питомца И уже мы наконец-то можем посмотреть ее скиллы Навыки справа отображаются Также отображаются ее характеристики После ввода ника пишем окей И все Конь добавлен уже в стойло И стоит в конюшне Вот таким вот образом мы получили себе еще одну лошадь Хочу сделать акцент на том Что посмотреть пол характеристики И навыки питомца Можно уже только после регистрации То есть вот как только зарегистрировали И как только лошадь встанет в стойло Так сразу вы можете все это узнать Вот таким вот образом происходит поимка лошади Я надеюсь этот ролик был вам полезен и интересен Если это так Не забудьте поставить лайк этому видео И подписаться на канал А также вступить в группу вконтакте Ссылочка в описании под видео Ну и не забудьте посмотреть другие ролики по Black Desert Где получить первого осла Как купить и обустроить дом Как настроить игру И многое другое на канале Все это есть С вами был Док Браун На этом все Всем удачи и до новых встреч Пока-пока